Сейчас в исполнении уже кавер-фольгруппы Сани. Еще мотив, знакомая всем мелодия, без которой не обходится ни один Новый год. Эх, вот сейчас бы трещоточку-то в руки, а? Оливьевы сейчас, я думаю. Оливьешечку стругать. Сейчас идет Женя Лукашин. Это вечно. Отлично, прекрасно. Кстати, об Оливье. Вы, Оливье, любите с колбасой или с мясом? С мясом. Вот есть разные предпочтения. С мясом, с мясом. Это был первый каверзный вопрос. Вы боялись каверзных вопросов. Вот мне понравилась идея о том, что музыкой можно разгонять злых духов. Сегодня 25 декабря, пятница, и такой праздник, который я не могу. Есть нардуган, в переводе с тюркского, рожденный солнцем. И это как раз тот период, когда злые духи разбегаются. А вот любой композиции можно злых духов попросить? Или все-таки есть такие, которые их наоборот призывают? Мы думаем, что нет. Музыка, наверное, только очищает. Наверное, так. Ну, вы очень позитивно ответите. Ваша музыка так точно. Потому что у вас в репертуаре такие зажигательные композиции. И вот что меня удивляет, как вы соединяете, казалось бы, несоединяемую песню Майли Сайрус «Реккинг Бол» с песней «Огни и так много золотых на улицах Саратова». Честно сказать, мучительно мы соединяем. Потому что сначала выбираем какой-то такой хит зарубежный, как правило, который нам нравится. А потом мучительно думаем, какая же народная песня может лечь, сочетаться хорошо с ритмом, с гармонией, даже со смыслом. Поэтому вот как-то вот... А сколько времени уходит на производство кавер-версии? По-разному. По-разному. Ну, примерно. На эту песню много времени ушло. Годик? Полгода, наверное. Нет, ну, может быть, не годик, конечно, но не дни, конечно. По-разному, по-всякому. Вы следите за всеми музыкальными новинками, наверное, которые, да, выходят? Ну, мы стараемся, но, может быть, не всегда получается. Не обязательно новинками. В основном классику предпочитаем. А вы успеваете, кроме музыки, чем-то еще заниматься? То есть работой, там, домом, семьей? Конечно, а как же. Ой, прям, даже не знаю, что здесь сказать. И дома не работай. А дома поете часто? И дома поем. Любите. Мне вот интересно все-таки про духов еще раз поговорить. Вот, допустим, кавер... Я знаю, что на Нирвана есть, да? Да, есть Нирвана. Вот очень интересно, да? А вот бывают такие группы, которые вот исполняют металл, допустим. Вот вы никогда не хотели вот такую вот кардинальную кавер-версию сделать? Провокационную? Ну, знаю. Там, допустим, на группу «Каннибал Корпс». Я думаю, вы даже знаете, это ипотажно было бы. Ипотажно. Лишь бы легла народная мелодия на эту музыку. А, вот такой принцип должен быть. Да, да. А, все понятно. Мне было интересно, по какому принципу все-таки мелодия отбирается. Все, что интересно, мы не отвергаем, и эксперименты мы любим. А сколько уже накопилось в вашей копилочке? Сколько уже? Ну, вот вчера десятая была завершена. С юбилеем вас! Спасибо. Ну, мы знаем о том, что вы единственный в Крыму, кто занимается нечто подобным, и это просто потрясающе. Но не все знают, где можно вас прийти послушать, увидеть, насладиться. Возможно, перед Новым годом будут какие-то выступления запланированы у вас или ближайшие какие-то? Ну, эти выступления есть, да, выступления есть. Ну, это вот у нас, допустим, по месту жительства для наших... Эх, соседям повезло. Да, соседей, скажем так. Для тех, кто живут с нами рядом, в нашем вот населенном пункте, где мы живем, в районе, районные мероприятия. Ну, на уровне республики, за пределы Крыма, пока мы еще не выезжали. Ну, это пока, подождите, скоро посыпятся предложения. У нас в интернете все это размещается, и, в принципе, это могут быть много. Я думаю, у вас еще все впереди. Большая всемирная слава. Ну, мы надеемся, нам особо некогда, потому что мы все возрастные люди, понимаете? Ой, да перестаньте. Вам еще творить и творить. Как часто, вот, допустим, на неделе вы собираетесь, чтобы репетировать? Четыре раза обязательно. То есть как тренировка прямо, да? Ну, репетиция четыре раза. Продолжается репетиция. Два часа минимум. Ну, по необходимости. Дисциплина у вас жесткая, да, в команде? Скажите, а как вам работается в окружении таких прекрасных женщин? Вы единственный мужчина. Я думаю, что, ох, повезло вам, повезло. Да. Осознаете вы? Это должен был ясно сказать. Ох, повезло вам, повезло. Ну, сложно, конечно. Одни дамы. А дамы, вы же сами знаете, у них же у каждого свой характер. И как мне трудно порой с каждой договориться, понимаете? С одной договориться, это же, сами понимаете, что такое. Не совсем просто. А тут еще и на музыкальную тему надо договориться. Ну, короче, весело. А часто спорите на творческие темы? Часто, часто. Часто, да. Каждая репетиция. А что? Почему вы спорите? Подождите. Ну, то есть вы переносите песню. Вкусы разные или какие-то. Да. А один говорит, нет, давайте вот так, да. Вторая говорит, нет, я хочу вот так. Нет, нет, песня уже, она существует. Ну, как там? Ну, это очень тонкие вещи, там. Как прикоснуться к звуку, как там что? Ну, характер. Ну, это же здорово. Это сложно. Да, да. Ведь у каждого прикосновение свое, понимаете? Я вот слышу, допустим, так. Наташа слышит, ей дохочется. А вот, допустим, далее по-другому. Когда люди сольно выступают, они индивидуальность свою больше могут раскрыть. А когда мы вчетвером, и мы должны звучать как один, то тут уже кому-то нужно свою индивидуальность подстраивать. Да, ансамбль. Под сильнейшего, наверное, или под того, кто прав. Ну, как-то вот так. Как я слышал, даже двух гребцов в лодку, допустим, подобрать, да? Подобрать такую пару себе, чтобы они гребли, как бы сказать... Синхронно. Да, синхронно. И понимали они друг друга. Очень непросто, это я передачу смотрел. А тем более ансамбль, квартет. Ведь сколько ансамблей, я помню, и хороших, прекрасных ансамблей распадается. Посуществовали, а потом какие-то нюансы, ну, просто из-за того, что они не могут... Ну, как бы сказать, какие-то нюансы... Сколько вашему ансамблю? Сколько вы внести? Третий год. Третий год. Ну, такая дата уже... Так у вас такой молодой ансамбль. Ну, мы уже и пытались разбегаться, но потом опять туда, потом как-то скандал, но потом опять, ну, короче, знаешь, ну... Нет, это предвеличение. Связала. Ну, да, пытались, но раз уже не разбежались, то, наверное, уже будем добиваться чего-то. Уже прекращать нельзя, однозначно. Нет, 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 только вперед, поверьте. А вдохновение, оно всегда с вами или нужно как-то его вызывать? Нет, ну, вдохновение всегда. Там мы об этом вообще не думаем. Мы не думаем. То есть оно всегда с вами. Да, оно всегда с нами. Думаем, думаем. Потому что каждая новая песня, вот тебе вдохновение, она как-то, ну, она же свежая, интересная. И пока мы над ней работаем, кажется, такая классная. Но потом уже привыкаешь, вроде, вроде опять такая она стала. Потом новая. Каждое новое выступление дарит какой-то отклик зрителей, он тоже очень подпитывает. Костюмы у вас очень прекрасные. Очень красивые костюмы вам очень идут. Это традиционные костюмы, да? Что обозначает, вы знаете, вот эта вышивка или вы... Это именно под вас специально шились костюмы, да? Да, костюмы шили под нас. И здесь старались сделать их такими как бы приемлемыми и для версий с украинской песней и с русской. Ну, то есть они не выражают ярко стиль русский либо украинский. Вот что-то такое стилизация народного костюма, да, славянский. Ну, прям как и в вашем репертуаре, то есть тоже какой-то фьюжн, какое-то объединение разных композиций, вот так и в костюмах. Поэтому сразу по костюмам не поймешь, он или русский, или украинский, или еще какой-то восточный. Даже лишь элементы разные. Так же, как и... Интернациональный, наверное. Интернациональный, да, всегда еще интересна реакция зрителей. Когда выходим, объявляют песню нашу, ну, обычно стараются на украинском языке, если умный украинский, или на русском. Мы выходим и начинаем петь на английском сначала, все делают квадратные глаза. У меня как раз такие же были, я слышал вашу вот оригинальную. Потом мы переходим на народную песню, заканчиваем песню, и нам кричат «Еще!». Но самое смешное, то, что у нас еще ансамбль есть, ну, хор, так сказать, там где-то 20 человек у нас, допустим, и называется он «Родные напевы». Приезжает, помню, какой-то у нас атаман, или там, а как называется ваш ансамбль? Мы «Родные напевы». Интересное, говорит, название. Под любую тему вы можете подстроиться, типа, допустим, украинская, значит, «Родные напевы», русская, «Родные напевы». Вам нужно отправляться в односветное путешествие и возвращаться с новыми напевами. Скажите, пожалуйста, вот к плагиату вы как относитесь?